Всем привет! Меня зовут Лена и мой основной канал называется PipeCleanerCraftsBee и он на английском языке. Но на этом канале я перевожу мои подделки для Барби и Лоль на русский, потому что вообще-то я говорю на русском, но просто не все знают. Начнем с туфлей для куклы Барби. Нам понадобится плотная картонка, на которой мы нарисуем ножку куклы. При этом нам понадобится подошва, которая чуть-чуть длиннее, просто для того, чтобы у туфли был длинный носок. На ножку Барби надеваем маленький шарик, а потом двусторонней клейкой лентой приклеиваем подошву к шарику. Это такая кухонная пленка. Я оборачиваю всю эту конструкцию для того, чтобы клей ложился ровно. А теперь горячим клеем мы создаем форму туфли. Будьте предельно аккуратны. Попросите помощь родителей, если вы пользуетесь горячим клеем. Это просто необходимо. Теперь мы вырезаем форму туфельки. И внутри я решила покрасить ее просто серебряным фломастером. Приклеиваем каблук и красим туфельку. Я покрасила черным лаком, потому что это очень элегантно. И даем всему этому подсохнуть. Затем можно как-то украсить туфельки и они готовы. Теперь мы сделаем рюкзачок. Такие рюкзачки я делала на моем канале пару лет назад. Поэтому они еще без молнии, но они все равно очень хорошенькие. За основу я взяла картонку, которую можно украшать любыми материалами. Для начала я решила взять ткань. Сверху наклеила вот такую ленточку. А теперь для дна и для кармашка я решила использовать фоамиран. Здесь нет предела фантазии. Можно сделать обычные ленточки для лямок рюкзака. И в принципе ничего сложного в этой поделке нет. Вы можете использовать любой клей. Я уже говорила, что я использую горячий клей просто потому, что он быстро сохнет. Это очень удобно для съемок в видео. Затем я украсила рюкзачок наклейкой и приделала простую застежку. Тоже использовала фоамиран. На радостях я сделала этих рюкзачков штук 6. Вот посмотрите, какие они у меня получились. В этих рюкзачках главный секрет это подобрать красивые цвета. А в данной поделке мы делаем капри саны. Это напиток, я не знаю, может быть кто-то знает, я не знаю продается ли он у вас. Для того, чтобы его сделать, я использовала трубочку. Самую большую, которую нашла. Как вы понимаете, это конечно не единственный способ. Можно запросто сделать такой же напиток из бумаги. И совершенно не нужно заморачиваться с горячим клеем. Затем я приклеиваю нужную наклеечку. И делаю трубочку, как обычно, из скрепки. И этот напиток хорош тем, что в него можно наливать настоящую воду. И он не протечет. И именно поэтому я всегда использую трубочку и горячий клей. А здесь мы сделаем еще один вариант телефона. Ничего сложного. Наклеечка телефона, картонка и фоамиран. И два слоя фоамирана создают такой объемный телефон, который еще можно украсить чем-нибудь. Естественно, какими-то блестками и камушками. А теперь мы сделаем фен. Я его очень люблю. Потому что он получился интуитивный. Нам нужна пипетка и подходящая по размеру бусинка. Этот фен состоит из двух частей. И обе они разрезаны из нашей пипетки. Это изоляционная лента. Для того, чтобы сделать провод. Кому нужен провод. Склеиваем обе части фена. То есть ручку и его голову. Покрываем красивым лаком. И еще чем-нибудь можно украсить. Например, бусинкой. Такой вот серебряной наклейкой. И у нас прекрасный фен. Теперь сделаем туфли. Я вырезала подошву из картонки. Причем подошва чуть-чуть длиннее, чем ножка Барби. Затем я обклеиваю ее ленточками. И ленточки нужны достаточно тонкие. Потому что ножка Барби, конечно же, очень маленькая, к сожалению. Например, Монстер Хай для них гораздо удобнее делать обувь. Я опять-таки использую фоамиран и горячий клей. Но вы можете использовать любой другой клей. Просто может быть он занимает больше времени. Добавляем элементы декора и каблук. И туфли для Барби готовы. Добавляем элементы декоративные декоративные декоративные.